И бывают такие ситуации, когда мир желает подшутить над человеком. Сегодня во время информации, во время различных возможностей съемки, а также съемки скрытой, человека могут удивить, ввести его в такую неудобную для себя ситуацию, заставить его как-то реагировать, что у него внутри сейчас, оно обязательно выползет, а потом ему скажет, улыбайтесь, вас снимает скрытая камера. Друзья, мы с вами знаем, что нас снимает скрытая камера. Вы знаете об этом? Ну, вроде камера сюда направлена, друзья, она не скрытая. Есть око видящее. Для меня утешение, что Бог всемогущий, Он здесь. И я могу и хочу сказать, Бог видящий меня. Скажите это каждый себе, своему сердцу. Бог видящий меня. Наблюдая за нашей жизнью, наблюдая за нею с самого нашего младенчества, и еще раньше, в самый момент зарождения нашей жизни, Господь, конечно же, хочет по-отечески, не просто как бы вмешиваться, но по-отечески вести, руководить нашей жизнью. Давайте мы откроем притчи, вторая глава и семнадцатый текст. Притчи, вторая глава, семнадцатый текст. Контекст этого текста сообщает нам о женщине, оставившей путь свой, путь, предначерпанный ей от Господа, судьбою, если можно так сказать, судьбою от Господа. И мы читаем, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Но я сам себе скажу, я не оставила, я даже не она, руководителя юности своей. Друзья, я хочу, чтобы этот текст мы могли бы применить для своей жизни, исходя из глобальной истины. Церковь Божья, она возлюбленная у нашего Господа. И она призвана быть в том завете, в который она некогда вошла, в эти удивительные отношения, мы не говорим в договор, она вошла в договор. Но в условиях и на принципах взаимоотношений, определенные фундаментальные доктрины, она вошла в удивительные отношения любящих, где он, руководитель моей жизни, любит меня, где я пошел за ним, и мы, как церковь его, мы пошли за ним. Написано, оставил руководителя юности своей и забыл завет Бога своего. У каждого из нас есть руководство. То, чем мы руководствуемся в нашей жизни. То ли это руководство предписанное вне меня, то ли это руководство, которое внутри меня, каждый чем-то руководствуется. И когда наш путь был сюда, сегодня, в утренние часы, на молитвенный дом, мы все в движении, водители стараются, наверное, в руководстве по правилам дорожных движений, осуществляя путь, достичь своей цели. И вот я еду, а передо мной возлюбленная наша семья, Алла Георгиевна, Сан Саныч, и все мы соблюдаем правила дорожного движения. Соблюдаем-то соблюдаем, но 40 километров в час все время ехать, мне кажется, это очень медленно. И я делаю проверье, проверье, обратите внимание, и иду на опережение. Встречаясь уже здесь, мы слышим с улыбкой брата никакого уважения. Молодые обогнали людей в возрасте. Ну и, конечно же, я сразу же подчеркнул, это не обгон. Я вспомнил теорию правил дорожного движения, это не обгон с выходом на встречную полосу, это опережение, и держаться надо как можно правее. Все это полная ерунда. Мне просто не хотелось ехать все время, 40 километров в час. Несмотря на всю эту теорию, несмотря на все эти вот то, чем мы руководствуемся, обратите внимание, мы чаще руководствуемся тем, что нам хочется, что нам сейчас удобнее. И несмотря на все эти правила, знания, теории, все равно я от своей жены услышу, а мне нравится, как Сан Саныча водит, аккуратно, тихо, правильно. И все мы понимаем, действительно, он лучше будет, несмотря на какое-то знание, где Сан Саныча вынужден был согласиться, что вот так, по правилам дорожного движения. Друзья, каждый из нас, руководствуясь как бы, какими-то предписаниями, часто делает основания и отталкивается от того, что есть внутри человека. Это какие-то желания, это какие-то эмоции, это какие-то инстинкты, самосохранение, это то, что внутри нас. Каждый в своей жизни выбирает путь в своем движении. Важно не только двигаться, люди говорят так. Главное, движение. Друзья, вы согласитесь с тем, что движение это жизнь? Что можно сказать о механике, которая, не о механике, а о механике, то есть о транспорте, о машине, о чем-то механическом, что уже стояло многие годы. Что можно об этом сказать? Оно превращается в хлоп. О, какое оно новое. Я, вы знаете, не использовал это вообще никогда. Десять лет. Вот оно лежит, купленное, вот смотрите, гарантийный талон, вот, но оно не пользованное вообще. Его включать, а оно не работает. Им пользоваться, а оно непригодное. Движение это жизнь, это слава Богу, пусть так и будет, но, куда это движение? Куда мы направляем стопы в своей жизни? И вот мы с вами на распутье, каждый день мы принимаем решение, куда нам идти? Прямо, направо, налево. Конечно же, наверное, очень многие в своей жизни столкнулись с желанием пойти налево. Так происходило в жизни людей. И мы обозначим эту точку зрения, желание пойти налево, точкой эмоциональной, эмоциональной. Человек руководствуется эмоциями, чтобы пойти налево. Человек руководствуется своей прихотью, чтобы ему пойти налево. Желание пойти налево. Женщина говорит, знаете, со своим нынешним мужем, которым я прожила уже 10 лет, мне было очень хорошо первые месяцы и даже, может быть, год или сколько-то. Но проходило время. Все постепенно становилось не таким острым, не таким прекрасным, как в начале. Не таким, как хотелось бы. А потом все превратилось в привычку, в будни. И будни нас съедали каждый день. Появилась равнодушие и даже холодность в отношении друг с другом. И вот недавно я встретила человека. Человека. Моего соседа. Понимаете, его до этого никогда не встречала. Сосед. Жил тоже эти 10 лет, рядом, что никогда до этого. Вот недавно я его встретила, соседа. И я вновь влюбилась как девчонка. Я ощутила это счастье. Я поняла, что такое жизнь. Я вновь полюбила. Я хочу развестись со своим мужем. Говорит она пастор. А знаете, почему? Я хочу быть счастливой. Скажите, желание, право человека на счастье должно быть реализовано? желание и право человека на счастье. Я хочу быть счастливой. Что может быть в этом преступного? Ну, уже кто-то из опыта, да, сообщает чужое счастье, свое несчастье не построишь и так далее. Друзья, быть счастливой это да, это аминь. Цель быть счастливым это очень замечательно, это прекрасно, но хорошо счастье с хорошими посредствиями. Хорошо счастье и благополучие с тем, что хорошо заканчивается. И вот проходит некоторое время уже с соседом и первые счастливые несколько месяцев с новым мужем соседом уже не такие как огонь первые дни нашего удивительного отношения, а потом этого первого огня уже нет, появляется снова привычка, равнодушие, а поскольку тормозов уже нет, уже есть опыт по накатанной как не держать себя в узде на тормозах, то обязательно появится новый сосед. Соседями не обделены люди. М? Когда они кончатся? Друзья, и далее опять развод, новый круг счастья. Затем развод и какая-то там старость одинокая, неодинокая, груз нескольких предлубодеяний, смерть и потеря вечности. Друзья, приехали? приехали? Не очень хочется того, что в конце этого пути. Ну, не хватало этой женщине вначале наверное чего? Включиться и посмотреть, а что будет дальше. Хорошо, когда ты смотришь, и чтобы это было с прибылью мудрости, с прибылью, с прибытком в окончании твоего выбора. Друзья, люди сегодня рекомендуют разные средства счастья. Знакомые мира для тех, кто в самом мире, слава Богу, к нам не прикасаются, они предлагают свои уровни и понимание счастья. Есть химическое счастье. Вообще все, что связано с человеком, это во многом химия. Но есть химия извне. для счастья человека. Так называемые наркотики. И человеку предлагают и говорят, ты ощутишь неимоверное счастье, блаженство, ты побываешь там, где тебя до этого не было, ты побываешь там, где ты захочешь остаться, никогда не захочешь ты. В дальнейшем вот это ощущение потерять. И человека, ну, говорят так, подсадили, подсадили на иглу счастье и человеку предложили это. И вот иной, посмотрев на эту ситуацию, с последствиями подумал, ага, счастье. Действительно, химическое вмешательство приводит к эйфории, к блаженству. и чем оно закончится, мне нужно будет работать на это счастье, только на это счастье постоянно, чтобы кто-то получал прибыль от этого счастья. Дальше я с печенью должен буду потихоньку прощаться, дальше меня может на сколько-то лет посадят за хранение, потом, как я из личного опыта встречу с девушкой, с девушкой, которая подсажена было какое-то время и сидела на игле, и решила распрощаться с этим, и начать нормальную ровную жизнь, избавившись от этого уровня счастья, она смогла прожить целый год. Целый год здоровый образ жизни, целый год. Друзья, хорошо понимать, что ощущение счастья и то, чем это заканчивается, это не одно и то же. Есть такие, друзья, незначительные мгновения счастья. Представьте себе ситуацию, приближается то ли какое-то событие, пусть языческое, это скорее всего, то ли просто вечеринка, и чада женского рода, пусть это будет девочка, она обращается к своим родителям, довольно-таки современным родителям, и отпрашивается на всю ночь, отпустите меня с друзьями на вечеринку, отпустите меня. А современные родители понимают, что девочка их тот же человек, и она хочет быть счастливой, она хочет нормального человеческого счастья, они ее отпускают на эту вечеринку. Как вы сказали? Громче, мне правда нравится, громче, мягко сказали о том, что они рыбки. Вот. Друзья, я это не проповедую, вы даете оценку ситуации, и в реальной ситуации, потому что это опыт жизни, она возвращается с этой вечеринки, изнасилованная четырьмя поддон, молодыми людьми одноклассниками. Потом оказывается, что она еще и заражена болезнью, от которой она будет мучиться в течение своей жизни. Эти одноклассники, молодые люди, в КПЗ, и может быть там 10 лет или сколько, и все это общее счастье вот с такими интересными последствиями. Как вам руководство налево эмоции прихоть желания быть счастливыми? Друзья, мы, конечно, постараемся быть далекими от таких поворотов налево. мы-то с вами верующие, мы-то с вами не будем руководимым вот такой пустотой и бессмыслицей. Мы с вами постараемся сохранять себя в пределах допустимого. Но в жизни верующих людей поворот налево, поворот эмоций, яркое желание счастья сопряжен с очень важными аспектами, жизненными аспектами. Это аспекты, определенные Богом, в Священном Писании перед нами открываются, в самом начале Священного Писания эти аспекты проявляются в трех направлениях. Эти направления это поклонение, жизненно важное поклонение, жизненно важное в моей жизни вашей это семья, и жизненно важное это нельзя умолить питание. Три важных аспекта, которые Господь определил для жизни человека и в этих моментах, во всех этих моментах человек чаще всего верующий он или не верующий он руководится чаще всего поворотом налево. Это вопрос эмоций, вопрос приходи, вопрос желания. Для себя сегодня я заметил интересный момент. 1 Коринфянам 15 глава и 31 текст 1 Коринфянам 15 глава и 31 текст как-то сказал апостол Павел я каждый день умираю. Если говорить о моих эмоциях, о моем желании жить и наслаждаться при всем том, что Бог создал все обильно и для наслаждения, я не за то, чтобы каждый день умирать, но апостол Павел зачем? ты добровольно принял на себя ежедневные такие экзекуции. Что это? Ты каждый день умираешь. Это ненормально. И потом, что именно во мне каждый день должно умирать? Мы с вами люди живые. Мы хотим с вами жить во всех своих ярких впечатлениях и красках. А апостол Павел говорит, я каждый день умираю. Ну, как-то это ненормально. И потом стремление к постоянному умиранию, то есть какому-то страданию, это что? Мазохизм какой-то? Получение счастья из того, что я каждый день занимаюсь каким-то самоумережливлением? Это неверное толкование тому, что апостол Павел сказал о себе. Если мы с вами приблизимся к мысли данного текста, как у каждого человека, у апостола Павла, как у человека, человеческого существа, были свои эмоции, своя воля, свои какие-то решения, у него все это было. Мы с вами заметим, что даже о Господе Спасителе Иисусе Христе сказано, у него была своя воля, отличная от воли Отца Небесного. В том разрезе, где Господу нашему надлежало пройти через смерть, а душа нашего Господа не желала претерпеть этого. И если бы возможно было, пусть минует меня чаша сияет. Вот мы видим волю человека, его эмоции, его желания. В какой-то момент они могут войти в противоречие, и мы даже с вами не говорим прямо-таки о грехах. Мы с вами не говорим о каких-то преступлениях, мы просто говорим о разных желаниях. Представим два человека. Написано, как пойдут двое, не сговорившись. то есть они объединяют в своем размышлении, рассуждении, пытаются объединить, где мы с тобой пересекаемся, где мы с тобой можем работать вместе, где на каком уровне мы действительно вместе, а где мы вместе быть не можем. И вот апостол Павел во взаимоотношении с Господом, он, имея свою волю, свое желание, замечал, что в каждом дне жизни человека в каких-то моментах желание, воля, эмоции могли вступать в противоречие с тем, чего желает, чего хочет, чего даже иной раз требует Господь. Ну, это есть, это может быть, мы люди. И когда вступало это в противоречие, то, что Бог хочет и то, что я хочу, апостол Павел принимал решение последовать воле Бога Всемогущего. И для большей легкости в решении своей души он принимал на себя статус раб Божий. Раб, Бог ему так легче было. Раб это человек, который растворяется в воле Господина. Да? Ему легче было, хотя Иисус сказал, я не называю вас рабами, я говорю, вы друзья мои, потому что рабы не знают, что делают Господа, я вам открыл все, я поделился с вами всем. Но апостолу Павлу важно было за собой сохранить удивительное право во всем следовать воле Бога Всемогущего. Он хотел исполнить во всем воле, он хотел быть прямым подражателем Господу Спасителю, о котором сказано, он ничего не будет делать от себя, но всегда и во всем он будет исполнением воли своего Отца. Апостол Павел говорил, подражайте мне, как я Христу. И вот мы читаем это свидетельство для церкви, я каждый день умираю, его воля и желания каждый день вступали в конфликт с долгом и Божьей волей. Однако, вместо того, чтобы следовать своим наклонностям, они есть у каждого человека, какие-то наклонности, кто, к чему человек предрасположен, он исполнил Божью волю. Что для этого нужно было сделать со своей волей? В мире, говорят, засунул себе глубоко и надолго, там, свое что-то, да? Человек гасил это в себе. А гасить, что такое гасить свою волю? Гасить свои какие-то желания, поползновения, прихоти? Это фактически гасить самого себя. Что такое я? Скажем, что такое, кто такой я? Это мои желания, какое-то мое проявление, выражение, то, что внутри меня. И вот оно противоречит, вступает в противоречие, я это гашу, то есть я гашу самого, от себя. Вот таким образом он занимался тем, чтобы умереть, гулять, само себя. Я каждый день умираю. И он говорил, я буду в расцвете, я буду в полноте своей, написано, когда явится он, Христос, жизнь моя, тогда и я с ним восславен. Мы с вами не выходим настолько далеко за пределы верующей своей жизни, чтобы о нас с вами говорить, как о тех примерах, которые мы затронули. Но, друзья, есть то, чего желает Господь. Если коснуться семейного аспекта, мы коснулись его территории двойных, тройных стандартов, браков, двойных, тройных, об этом, как-то завязался разговор у нашего Спасителя с религиозными людьми, со знатоками Священного Писания. И Матфея 19 глава, и третий текст, Евангелие Матфея 19 глава, и третий текст, мы читаем, приступили к нему фарисеи, искушая ему, знатоки, да, религиозные знатоки, чем они занимались в отношениях с Иисусом? Они его искушают, они его искушают, они не заинтересованы были в том, чтобы научиться, в том, чтобы услышать, в том, чтобы пойти путем Спасителя, они были заинтересованы в том, чтобы его искушать, в том, чтобы его подводить. Не на пути познания они были, они уже были знатоками. И они говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей. Вопрос, который требует ответа, правда? А по всякой ли причине? Это, знаете, из области такого интересного человеческого рассуждения. Друзья, по всякой ли причине мне гневаться на брата моего? Ну, если это напрасно, то я не должен гневаться. А по всякой ли причине мне убивать брата своего, ближнего или врага моего? По всякой ли причине мне убивать? Или по всякой ли причине мне можно украсть? Вот если я голоден, я очень хочу есть, вы же оправдаете меня, если я кусочек хлеба украду? И вот мы с вами размышляем над этими вопросами, заранее вводим себя как бы на запрещенную территорию и заранее подводим к ответу. А по всякой ли причине Господи, можно разводиться? У них нет вопросов вообще, нужно ли это, не нужно. Просто так вот с потолка уже с ответом. Он сказал им ответ. Не читали ли вы, что сотворивши вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, поэтому оставим человека отца и мать и прилепиться к жене своей. И будут два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. В противе с этим, конечно, мы с вами скажем, мы увидим, что сегодня и трое на самом деле одна плоть, и четверо одна плоть, и раз и женщина с опытом в Самарии, вы помните, да? Пять, одна плоть в ее жизни случилась, пять, она написана, имела мужей, и одна плоть. У нее получилось. Написано, что Бог сочетал у человека да не разлучает. Он их возвращает к, знаете, к чему? Не к первоначальным принципам, друзья. Он их возвращает, он взгляд их возвращает к дому. Он возвращает их взгляд к желаниям Бога. Он возвращает их к Отцу. А они ему говорят, как же Моисей заповедовал давать разводное письмо. Если Моисей мне заповедовал давать разводное письмо, а я какой-то непослушный, я ни разу своей жене за всю жизнь даже и не дал разводное письмо. Какой я непослушный Моисей? Понимаете, закон определил давать разводное, а я его мучаю всю жизнь. Уже пару разводных можно было бы дать в утешение. Пусть сходит, но будет счастливый. Сейчас напишем. Друзья, мы читаем ответ. Он говорит, Моисей действительно нечто говорил об этом. Подтверждает наш Господь Спаситель. Моисей заповедовал давать разводное письмо и разводиться с нею. Моисей написано по жестокосердию вашему что сделал? Позволил разводиться с нею. Итак, если у меня есть поползновение, а как бы дать моей жене разводное письмо по заповеди Моисея, то Иисус мне поясняет. Это Он позволил в том случае, если сердца наши жестокие. Друзья, если мы с вами здесь о чем-то говорим, то мы говорим здесь о сердце человека. Он вам позволил, то есть вам это сильно надо было, и Он вам это позволил, из-за того, что ваше сердце жестокое. И Он позволил разводиться с женами вашим, а сначала не было так. И опять Господь возвращает удивительным началом удивительного общения, и мы сегодня, если слушали внимательно сестру нашу Валентину, она упомянула о том языке, на котором наш Бог всемогущий общался с первыми людьми, и вот этот язык он забыт. Да? Да, Истравентина, об этом мы сегодня немножко поделились. Вот тут язык Эдема. Мы забываем не только язык Эдема, и то, что Господь хотел донести до людей Эдема. Забываем об этом. А Господь говорит, нет, вначале так не было. Вначале Бог этого не хотел, и Бог и не хочет этого. Бог не изменяется. А я говорю, кто разведется женой своей, не за прелюбодеяние, и женится на другой, то он прелюбодействует. И женившийся на разведенной, прелюбодействует. Друзья, делаю акцент. Основная проблема. Почему у человека не получается идти по пути, назначенному Богом? Почему? Сердце недоброе. Жестокое сердце. Жестокое сердце делает акцент на собственном счастье, на новой любви. Оно всячески себя прикрывает очень яркими человеческими понятиями. Сердце прикрывает свою жестокость. Каждый человек хочет себя как-то, знаете, представить. Он забывает, что Господь напоминает вся ваша праведность, все, чем себя прикрываете. Оно на что похоже? Оно на что похоже то, чем себя прикрываете? И это мягко сказано. Что наша с вами праведность это именно запачканная одежда. На языке оригинала более понятно, более серьезно, более жестко. Что из себя представляет действительности наше желание прикрыть себя, свою жестокость. А как сказано, вы, будучи злым, так, Слово Божие, вы, будучи злым, умеете даяние добрые давать детям вашим. Сердце прикрывает свою жестокость. И для восстановления семейных отношений, начально обозначенных Богом, как двое будут одна плоть, где необходима доброта, смягченность, взаимопонимание, людям легче резать, уничтожать, убивать и разрушать. Не хватает доброты. Люди не хотят расти в доброте. У них не получается расти по одной причине. Не хотят. Друзья, Бог при всем нашем нежелании еще и разрешил, еще и разрешил делать, если очень хочется, то, чего нельзя. И человек чувствует себя уютнее. На самом деле, я хочу сказать, все в этом вопросе в очень большой степени делает враг дух человеческих. Стремлением разрушить, уничтожить. Он пытается убедить человека в иных каких-то принципах. Ничего страшного, в других отношениях найдешь себя. Лишь бы человек остался со своим злым парламентским сердцем, чтобы он менял все вокруг себя, но не менял самого себя. Друзья, я хочу, чтобы мы сконцентрировались на мысли. Мы не говорим сейчас в конце концов о семье, мы говорим о внутреннем мире человека, который не хочет менять себя изнутри, не хочет перемены видеть, которые Бог поможет сделать человеку изнутри, но хочет изменить вокруг себя все, чтобы все поменялись, все под меня подстраивались, все делали так, как мне удобно, уютно, и тогда мне будет хорошо, и тогда я распряму эту ситуацию. Мне это подходит враг, поддерживающий человека в этом состоянии. Итак, налево, по пути эмоций, по пути прихоти, Бог первоначально определил вопросы, вопросы поклонения, четко были определены вначале. Вот шесть дней Бог делал дела. Какие делал он дела в течение шести дней? Добрые или не очень? По этой причине, если мы с вами поняли, что Бог в течение всех шести дней делал добрые, удивительные, совершенные дела, мы с вами сегодня понимаем, мы верующие не только седьмого дня, чтобы делать добрые дела, только в субботу. Только в субботу мы делаем добрые дела. И когда я спрашиваю, ты чего делаешь? Ты чего делаешь в субботу? А что в этом плохого? А что это? Это проблема? Это зло? Друзья, мы напоминаем самим себе, Бог во все дни шесть трудовых дней делал удивительное. То, что было гармонией, то, что было и вызывало радость у всех наблюдавших за этим творением. делал? Значит, и наша жизнь предписана ей в течение шести дней, это западе четвертая, в течение шести дней восхищать Бога и тех, кто рядом с нами. Учиться тому, чтобы это было с радостью, чтобы это было сияние, чтобы исполнилось слово «Вы свет мира». Они где-то там под столом, под кроватью спрятали свет своей жизни. «Вы свет мир». И если сегодняшний день масса верующих людей, христианский мир, настаивает на своих каких-то моментах, опять находящихся в Священном Писании, кто отличает дни? Для Господа отличает. А кто не отличает дни? Для Господа не отличает. Это я откуда сейчас говорю? Откуда я сейчас это говорю? Это где такое написано? Четырых сезон. Римлян. Римлян. Чтобы вы знали, вторая часть этого текста в процессе перевода была добавлена. Ее в оригинале не существует. Кто отличает для Господа, отличает. Сегодня мы встречаем верующих, которые говорят, у нас каждый день день субботний, и для них это достаточное основание, чтобы отвергнуть первоначально предложенное человеку для его счастья. Человеку всегда хочется сделать немножко больше, ну или по собственному своему желанию чуть-чуть сделать и сказать, ну я же сделал, ты что сделал, я же сделал, тебя послали сделать то-то и то-то, ну я почти сделал. вот это почти чаще всего низводит всю цель мероприятия на нет. Или переделали. Знаете, есть такое недоделанный, недоделанный, смотришь, ну ручки, ножки не хватает, вот что-то недоделали, а переделанный, вроде бы уже и сделали, но переделали, и вот у нас двумя головами все, что-то лишнее. вроде бы знаете, такая уже техническая такая добавочка, и мы видим с вами, что это искалеченная жизнь. И недоделанная это коллега, и переделанная это коллега. Если мы в своей христианской жизни решили что-то недоделать я на пути Бога назначен, или переделать, то и другое, это христианское, христианское, как сказать, покалечили свою жизнь подобным христианским представлениям. Вот мы с вами читаем Матфея 12 глава и 12 текст. Матфея 12 глава и 12 текст. Читаем прямо, читаем о поклонении, которое было назначено человеку в начале пути, счастливой его жизни. Мы читаем «Сколько же лучше человек овцы?» Вот говоря о субботе, мы читаем «Сколько же лучше человек овцы?» Друзья, здорово, но лучше овцы. Написано «Итак, можно в субботы делать добро». И пошел и поехал. И добро за добро. И все, что бы он не сделал в субботу, это добро. Друзья, чем руководствуется человек в принятии своих решений? Видимым образом, как будто написано. А скрытый мотив, каждый из нас знает, это собственное мое желание, это собственно моя прихоть, это мое личное желание так себе представлять верующую жизнь, но она таковой не является. человеку сообщает, напоминает о нарушении поклонения Бога, установленного от начала, а он ничего плохого не сделал, он продолжает делать добро, он в течение шести дней делал добро, он в седьмой день делает добро, он нарушает заповедь Божью не путем руководства Священного Писания, а путем собственной прихоти. Не особо далеко человек уходить от жизненно важных аспектов, назначенных Богом, человеком. Друзья, где? В ДМ? Где? На территории наслаждения. Не на территории предписанных уставов, повелений, законов, территории ограниченной колючей проволокой, подключенной к электричеству, а на территории наслаждения. И мы читаем, уровень этого наслаждения Бог определил, чтобы это были вопросы поклонения, чтобы это были вопросы семьи восстановленной, чтобы это были вопросы питания восстановленные. И мы читаем, что все эти аспекты жизненно важны для каждого человека. Когда мы касаемся третьего момента, выбора человека, Исаия 66 глава и 17 текст, Исаия 66 глава и 17 текст, для многих людей это, знаете, как игрушка. Хочу живу семьей, хочу разведусь, хочу в субботу служу Богу, хочу, ну так, Богу, хочу не послужив, ничего потерпит, хочу, что хочу, то ем, что хочу, то делаю. Че, че, че. Друзья, мы читаем, которые освещают и очищают себя в рожках, вот они какие плохие, да? Один за другим едят свиное мясо, мед, мышей, все погибнут, говорит Господь, о, какие они плохие, и вообще, зачем они мышек едят? Есть такие мышки, хорошие мышки, вообще, зачем мышей есть? А тем более свиней. Свиней мы, слава Богу, не едим. Но, друзья, открывая для себя волю Бога всемогущего, мы видим, затрагивается важнейшая мысль. Вопросы, которые касаются моей личной, внутренней, глубоко, сердечно, душевно, моей жизни, они также решают и вопрос моего, не просто предстояния перед Богом, а вопрос моего спасения. Мы читаем, вот те, кто прибегли к такому выбору, написано, все погибнут, говорит, я спорю, Господи, не хочу быть там. Нет выбору каждого деться. Но я не хочу быть там. И, слава Богу, свиней я не еду. И, слава Богу, мы шарик тоже. Остаются живыми. Но, друзья, мы ошибаемся, если думаем, что верующие сегодня не принимают для себя дозу мерзости. Мы ошибаемся сегодня глубоко, если не видим, что люди сегодня легкомысленны, и деградация, она наблюдается в жизни верующих людей. Мы ошибаемся, если не понимаем вот этот условно важный принцип, ты оставила руководителя юности твоей, ты забыла первую твою любовь, ты потеряла территорию наслаждения, ты вышла из нее добровольно, и ты не хочешь к ней возвращаться. Мы ошибаемся, если подумаем, что люди сегодня руководствуются и продолжают руководствоваться, они живет священным писанием. Нет, они продолжают руководствоваться прихотями, эмоциями, и в этом обнаруживают кто их господин. В вопросах семьи, в вопросе поклонения, в вопросе питания человек обнаруживает кто мой господин. Друзья, люди продолжают уходить из-за демона, не возвращаться. Причина этого жестокое сердце. Бытие, первая глава, 27 текст, что предполагает возвращение? Друзья, возвращение утерянного написано сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. Возвращение утерянного, возвращение образа богоподобия. То есть на самом деле о чем мне плечи? Жестокое сердце. А мне Бог берет взамен доброе сердце и я принимаю его. В моей жизни многие положения изменятся. Многие так называемые какие-то принципы и так далее, как выставляют это, колючий проволок и так далее. Многое изменится, если сердце мое станет добрее. И я перестану руководствоваться своими прихотями. И написано благословил Бог. Он их благословил. Он сказал им доброе, и оно должно было действовать в их жизни. Благословил. Он сказал им доброе, для их радости, для их счастья, для их наслаждения. И оно должно было работать, делать свое счастье в их жизни. написано плодить. Плодить размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всякими животными, пресмыкающимися по земле. Бог дал владычество человеку. Он дал ему быть представителем своим здесь на земле. От его имени дал ему господство, с добрым сердцем. Это не то господство, где тирания. Это то управление, где все творение, сосуществуя, в гармонии прославляет и радуется о Господе. Все дышащее дославит Господа. И сказал Бог, вот я вам дал всякую траву, сеющую семя, то есть ваговый, как и есть на всей земле, всякое дерево, блод древесный, сеющий семя, вага тогда будет в пищу. А всем зверям земным, всем птицам небесным, всякому пресмыкающимся по земле, в котором душа живая, дал ему всю зелью траву, пищу и стало так. Друзья, это удивительно, когда Бог сказал и стало так. Сегодня мы этого не видим. Сегодня то, что Бог сказал в Эдеме, как сказала сестра перед нашим рассуждением, голос Эдема, язык Эдема, слова Эдема, желания, высказанные Богом в Эдеме, они забыты напрочь. Людям они не нужны. Они отвергнуты с пренебрежением. Они просто человеку не нужны. и человек по-прежнему для себя находит много чего-то там в деградации человечества, что ему по душе, что по его прихоти. И результат на пути эмоций, результат на пути прихоти человеческих. Мы наблюдаем в Псалме 77, 18 текст. Результаты прихоти, результаты эмоций, результаты руководства тем, что внутри меня, но не относится к Слову Божьему. Псалом 77, 18 текст. Искушали Бога в сердце своем. Друзья, написано не искушай Бога. Есть такая заповедь? Есть. Всякий раз, когда вступает в противоречие мое желание, моя прихоть, мой каприз, вступает в противоречие с тем, что желает Бог, я внутренне в своем сердце, отыскивая какие-то лазейки, начинаю заниматься именно тем, что искушаю Бога всемогущего. Как занимался этим Валам? Он постоянно говорил, я только то, что Бог скажет. Я пойду спрашиваю Бога, я не уклонюсь ни направо, ни налево. И ему Бог говорит, не ходи, не, я не могу пойти. И что он делает? И идет. И идет. А Бог ему это разрешает. Он идет совершить свое беззаконие, а Бог ему это разрешает. Искушали Бога в сердце своем. Каким это образом? Друзья, разными образами сегодня искушают люди, желая использовать время, драгоценность великую, как им хочется. В вопросах поклонения шести дней седьмого дня. В вопросах семьи, делая то, что им хочется, например, я кого семейство. Я могу делать то, что мне хочется. Искушали Бога. Используя момент из священного писания, в семейных отношениях мы берем нечто и искушаем Бога, делая то, что мне хочется по моей прихоти. Я беру нечто из священного писания и в вопросах также питания делаю то, что мне хочется, искушая Бога. И мы читаем «Искушали Бога» в сердце своем, древняя пища по душе своей. Друзья, что это вот этот вот поворот налево, поворот эмоций, поворот прихоти, моих личных желаний. Он приводит к тому, что я у Бога требую, я требую у Бога то, что по душе моей. Вопрос, дает ли Бог то, что я требую у Бога по душе своей? Знающие истории священного писания ответили верно он дает. Он дает по душе человека. И поэтому в 29 тексте мы читаем «Они ели пожелания души своей полученной, они ели и пресыкилась, пресыкилась, и желаемое имя дал им». Добрый Бог. Желаемое имя дал им. «Но еще не прошла прихоть их». Чем руководствуются они? Чем руководствуются ведущие люди? Мы же не говорим о тех, кто там очень резко ходит налево. Мы не говорим о людях, которые вот так откровенно на вечеринках. Мы говорим о том, как ведущие люди ходят налево. Они руководствуются своей прихотью. Это их руководство. Это их направление. «Еще не прошла прихоть их. Еще пища была в устах их. Гнев Божий пришел куда? На них». Друзья, это было их руководство. О чем мы говорим с вами? Мы говорим с вами не о разводах. Мы говорим с вами не о питании. Мы говорим с вами не о нарушении субботнего дня или неправильном распределении шести дней в жизни верующего человека. Мы говорим с вами о жестоком сердце, которое направляет свой путь и делает выбор и решение и направление в соответствии со своим собственным волеизъявлением, со своим собственным решением, со своей собственной прихотью. И оправдывает это условиями, на которых Бог дозволял Валааму делать его дело, на которых Бог дозволял народу израильскому при выходе из Египта делать свое дело, при котором Бог дозволял людям, но они доходили до своей цели. О чем мы сегодня говорим? Мы говорим о жестокосердии и добросердечии, о том, чтобы я сегодня сделал усилие и смягчил собственное свое сердце и перестал руководствоваться собственными своими желаниями. И замечали еще одно свидетельство, свидетельство церкви, тот же, том восьмой. Я читаю «Зло не может стать добром». Друзья, зло не может стать добром. И преобразование характера не может быть совершено непосредством слабых периодических усилий. Это не может быть тем путем, что сейчас мы смягчили сердце и нас слава Богу. И мы в чем-то покаялись, что принимали в своей жизни как решение по прихотям, по собственному воле землениям. И вот сейчас мы покаялись, Бог простил, слава Богу, и мы пошли. Нет. Написано «Это непосредством слабых периодических усилий». Удивительные перемены нашей жизни не произойдут в связи со слабыми периодическими усилиями измениться в них себя. Это дело ни одного дня, ни одного года. Друзья, наша жизнь дарована нам как краткий промежуток, мгновение, даны нам как возможность избрать либо наше руководство это наше прихоть, наше волеизъявление, либо мы возвращаемся к Эдему, к наслаждению. Об этом мы сегодня говорим. Мы возвращаемся к Отцу. У нас сегодня не стоит выбора. Пойдешь направо, коня найдешь, налево женишься, прямо с места идешь. У нас, друзья, стоит выбор возвращаться. Возвращаться туда, откуда человечество ушло и где они потеряли свое счастье, свой Эдем. Возвращать этот Эдем в свое сердце, в свою жизнь, в свою семью, в свое поклонение, в свое питание, во все сферы своей жизни возвратить Эдем, чтобы увидеть, Господи, когда я сказал, да придет царствие Твое, это было не моими словами, но моими действительными желаниями. Да будет воля Твоя, это не была молитва, это было исполнение воли в этом дне, в последующем дне, и это было мое решение, чтобы воля, изъявление которой, Богом, для всей вселенной, в частности, главным образом для нас, было прослушено. И эта воля, я бы сказал, Господи, какая она добрая, какая она совершенная, как она меня радует, я устал бороться с Твоей волей, путем каких-то дозволений, путем каких-то текстов Священного Писания, где Господь попустил, я устал оправдывать свое, нежелание следовать Твоей воле, я хочу возвращения в Эдем, к Тебе, Господи, к Отцу моему, пусть Господь благословит хрех, rainn господь,